Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео мы с вами будем пробовать штучку для очищения кистей. Вот такое вот приспособление с сайта Алиэкспресс. Я думаю, что вы уже могли такие вещи видеть на YouTube, но для меня это абсолютная новинка и сегодня я хочу вместе с вами ее в первый раз попробовать. Что это такое? Это автоматическая машинка для того, чтобы быстро и очень качественно помыть свои кисти. Сегодня мы с вами выясним вообще, моет она кисти или нет и насколько это в принципе оправданно такие вещи покупать, да и вообще нужны ли они вам. Итак, давайте начнем. Кстати, коробка пустая, саму машинку я уже вытащила, потому что, как ни странно, к этой машинке не прилагаются батарейки. Хотя, с другой стороны, батарейки нельзя отправлять авиапочтой, насколько я знаю, и, наверное, поэтому-то их там и не было. Итак, первым делом хочу вам рассказать про свое небольшое наблюдение, которое я наблюдала в мануале пользователя. Самое вот, что мне больше всего понравилось и сразу бросилось в глаза, представление этого прибора. Итак, профессионалы рекомендуют очищать свои кисти для макияжа каждые 2 либо 4 недели, но обычные методы очищения очень неаккуратные и, в общем, кисти могут оставаться не готовыми к использованию до 24 часов. И, в общем-то, эта машина нам поможет с этим справиться. Я не очень поняла, как бы, логическую цепочку между профессионалами, которые рекомендуют очищать кисти каждые 2-4 недели. Я не знаю, что это за профессионалы такие. Профессионалы какой-то, видимо, антисанитарии рекомендуют такие вещи, потому что лично я, например, мою свои кисти после каждого использования. Я вам советую тоже мыть кисти как можно чаще по двум причинам. Во-первых, потому что, ну, например, какие-то кремовые жидкие текстуры, это, в принципе, источник бактерий. Они там очень хорошо размножаются, тем более в такой питательной среде, как, например, тональные средства. Во-вторых, кисти грязные, они просто плохо наносят средство. Так что, если вы даже, например, кистью для румян несколько раз подряд пользовались и не помыли ее, она у вас на какой-то раз будет просто оставлять некрасивые грязные пятна, потому что будет намного хуже работать. В общем, профессионалы посоветовали раз в 2-4 недели. Я вам советую как можно чаще, опять же, например, после каждого использования или хотя бы через каждые несколько дней. И вторая часть, что традиционные методы очень неудобные. Ну, посмотрим, насколько удобный будет метод с этой машинкой. Давайте проведем небольшую инспекцию того, что было в этой коробочке. Во-первых, это вот такая вот колба, в которой мы, собственно, будем мыть кисти. Во-вторых, это вот такой наборчик. В этот наборчик входит, во-первых, сам прибор, который должен вращать кисти. В него я вставила уже две маленьких батарейки пальчиковых. Во-вторых, вот такой вот наборчик из разных... В общем, это вещь, куда вы будете вставлять. Точнее, я буду вставлять вместе с вами кисть, чтобы она держалась, чтобы ее закрепить в этом приборчике. И также вот такая вот маленькая штучка, которая на самом деле является самой главной во всем этом приборе. Потому что без нее мы просто вообще ничего не сможем делать. Ну, точнее, вот эти вот две вещи самые-самые главные. Что нужно сделать? Во-первых, нужно взять прибор, вставить вот эту вещь сюда. И затем нужно выбрать подходящую по диаметру вот эту рамочку, в которую мы вставим кисть. У меня есть несколько уже предварительно испачканных кистей. Причем самых разных форм и размеров, самыми разными ручками. И мы сегодня на их примере будем пробовать. Я думаю, что не все, конечно, мы с вами будем мыть, но некоторые из них точно попробуем. Единственный момент, что у меня нет кисти, которая была бы испачкана тональным средством. А это важно. Поэтому я предлагаю вам сейчас взять вот такую вот кисть от Real Techniques. С самой большой, самой объемной и нестандартной ручкой. И вместе испачкать ее в суперстойком тональном средстве. Это всем известный тональный крем от Estee Lauder. Он очень стойкий, он просто отличный. И его крайне сложно вымывать из разных кистей. Ой, посмотрите, как она хорошо пачкается. Давайте вот прям ее так хорошо намочим изнутри и снаружи, чтобы она была прям совсем-совсем грязная. Вот будет вообще интересная история, если она у меня не отмоется с помощью этого прибора. Мне потом придется ее отмывать вручную. Кстати, сразу хочу сказать, что у меня немножко есть, ну, такое небольшое предубеждение по поводу этой вещи. Потому что я считаю, что она далеко не всем нужна. Особенно если, например, у вас, в принципе, вы в макияже очень мало используете кистей, то это точно не для вас прибор. Он вам просто не нужен будет. Но если вы, например, допустим, красите кого-то, да, если вы работаете визажистом, скажем, может быть, вам он действительно пригодится. Или если вы, в принципе, по какой-то причине очень много кистей в макияже используете. Вот я сейчас пошла на курсы визажистов к Наталине Муа. И мне приходится очень много кистей каждый день перемывать, потому что я крашу и себя, и крашу моделей не одними теми же кисточками, заметьте. Но, в общем, каждый день у меня такой большой набор, который мне нужно мыть. В принципе, меня это вообще не напрягает, вот эта тема, с тем, чтобы помыть кисти вечером. Но, тем не менее, их действительно много. Итак, по инструкции нужно налить в эту колбу теплой воды, что мы сейчас и сделаем. Кстати говоря, не отмечено, сколько конкретно наливать. Просто отмечено, что этой воды должно быть столько, чтобы покрыть одну-вторую щетинок кисти, которую мы планируем мыть. Следующим шагом нужно добавить в эту колбу шампунь, которым вы обычно мойте кисти, или жидкое мыло. Ну, и, в общем, все такие средства я уже добавила. 4 миллилитра, как указано в инструкции. Не знаю, получилось ли у меня 4, но не важно. И дальше мы ищем подходящую вот эту вот оправу для кисти. Честно говоря, довольно сложно было ее подобрать, потому что они либо все очень маленькие, либо все очень большие. Но я думаю, что рецепт в том, чтобы выбирать более маленькую, вот так вот ее туда заталкивать. И затем надевать на вот эту вот ручку. Итак, у нас получилась вот такая не самая надежная, на самом деле, конструкция. И давайте уже приступать, собственно, к мытью. По инструкции нужно несколько раз вот так вот опустить просто кисть вниз. Кстати говоря, я уже нарушила некоторые правила, потому что я слишком много воды, видимо, налила. У меня слишком ее много, она покрывает кисть полностью. Но ладно, ничего страшного. Давайте я тогда буду просто ее вот так вот держать, чтобы она была где-то посередине. Итак, включаем. Вот почему в инструкции было написано не наливать слишком много воды, потому что может произойти нечто вот такое. Она просто будет во всем... Ох, господи! 10 секунд нужно держать ее в воде, а потом ее нужно будет поднять, чтобы она немного просушилась. Вы, наверное, сейчас этого не видите, я это вижу хорошо, но кисть действительно выглядит такой сильно растрепанной во все стороны. По идее, это должно сделать ее полностью сухой. Давайте ее аккуратненько вытащим сейчас и включим. Ну, а теперь инспектируем, что у нас получилось в результате. Кисть почти полностью сухая, но все равно есть такая небольшая влажность, то есть я бы ей вот прям сразу пользоваться не стала. Мне кажется, что нужно ее еще немножечко дать ей чуть-чуть полежать. Пахнет она шампунем. Кстати, вот интересный вопрос. По идее, этот шампунь все равно на ней немножко остался. То есть она не совсем идеально чистая. Он все равно здесь есть и насколько это сильно повлияет на ее дальнейшее использование. Теперь давайте попробуем какую-нибудь другую кисть. Вот меня лично очень сильно интересует, еще бы, кстати, ее снять потом. Очень сильно интересует та, которую мы испачкали в тональном средстве, потому что вот здесь у нас были сухие румяна, что в принципе легко вымывается. А тональный крем это всегда самое сложное. Для начала нам нужно найти подходящую вот эту вот ручку для этой кисти, потому что, как вы видите, она довольно нестандартная. О, с первого раза я ее нашла. Надеюсь, что она не выпадет. Прям хорошо так подошла под эту кисть. И сейчас, наверное, у нас просто во все стороны все брызнет. Но, по крайней мере, этот момент будет запечатлен на камеру. И надеюсь, что вас он, по крайней мере, повеселит. Опускаем кисть и несколько раз ее вот так вот мочим там. И давайте включать. А, уже чувствуется, что вот эту кисточку ему сложнее крутить. Она намного больше, она больше весит. Нет, она вообще не вымылась, несмотря на то, что шампунев достаточно много. Здесь, как мне кажется, и шампунь хороший, который обычно отмывает все кисти. Но вот на данный момент с тональным кремом этот прибор не справился. Давайте попробуем еще раз. Может быть, все-таки отмоется. Нет, она все такая же грязная, ну почти такая же грязная, как была до этого. Я думаю, что проблема в том, что действительно просто этому приборчику сложно справиться с настолько тяжелой кистью. Он ее с большим напряжением крутит. И, видимо, ну просто не судьба нам отмыть подобную большую кисть с тональным кремом. Поэтому вот этому прибору уже мы можем поставить минус за то, что, в принципе, не со всеми средствами он может справиться. Но давайте для чистоты эксперимента, чтобы потом в комментариях мне не писали, это потому, что вода была грязная, поэтому она не отмыла эту кисть. Ну, конечно, отчасти поэтому. Но, во всяком случае, давайте попробуем еще какую-нибудь кисточку отмыть. Вот предлагаю взять вот эту вот маленькую, на которой сейчас тени от Анастасии Беверли-Хиллз. Из палетки Modern Renaissance. Вы знаете, если вы ее пробовали, эту палетку, что это тени очень стойкие. Они очень въедаются сильно во все кисти. Поэтому давайте сейчас попробуем отмыть ее. Несколько раз помочили ее. И давайте запускать. Знаете что? Я, пожалуй, пойду и поменяю воду в этой колбе, потому что мне кажется, что кисти становятся более грязными от этой воды. Продолжаем эксперимент. Нет, эта кисть тоже не до конца отмылась от теней. То есть уже вот этого тонального средства, которое на нее налипло после той грязной воды, не осталось. Но, тем не менее, сама кисть не отмылась до конца. Ну и давайте напоследок, раз уж у нас пошла такая тема, попробуем отмыть вот такую вот последнюю кисть. И она имеет не совсем стандартную форму. То есть, как вы видите, это плоская кисть. Вообще, это художественная кисть, которую я использую для нанесения консилера. И еще один интересный момент. Вот это вот самое маленькое оправа для кисточек. И, как вы можете заметить, ну, она как бы очень свободно входит и выходит здесь. Я думаю, для этих целей здесь проделаны еще вот такие вот маленькие отверстия по бокам, в которые вы при желании можете вставить какие-то кисти, которые у вас, ну, совсем никуда не подошли. Правда, это приобретает все какие-то уже странные такие формы. Ну ладно, давайте попробуем, сработает ли это. Вы знаете, эта кисть оказалась почти чистой. Вот только в самом, наверное, ее центре есть еще немножко вот этого въевшегося консилера. Но, в принципе, возможно, что это просто решается тем, что нужно подольше ее подержать в воде и подольше, в общем, все это, весь этот эксперимент проделать. Что я могу сказать по итогам нашего сегодняшнего дела? Во-первых, конечно, здесь есть очень много особенных моментов. Первое, это то, что с тяжелыми кисточками эта вещь может не справиться, потому что они слишком тяжелые, они не могут ее с такой скоростью раскрутить, чтобы она действительно очищалась. Во-вторых, это то, что не все формы кисточек одинаково хорошо работают с этой вещью, потому что те кисти, которые круглые, она их вот так вот разматывает прямо в такой, как это назвать, в веер, который, собственно, очень хорошо промывается, очень хорошо сохнет. Но те, которые плоские, они, соответственно, имеют другую форму, она их не может вот в такой вот веер размотать. И последнее, что хочу отметить, это то, что, ну, как бы в связи с вот этими моментами, мне кажется, что эта вещь, она такая очень своеобразная, и я бы ее вам, наверное, не рекомендовала, потому что мне кажется, что если у вас не очень большое количество кисточек, вам намного легче их помыть руками. По крайней мере, опять же, у меня это не вызывает никаких затруднений. И еще один момент, мне не совсем понравилось, то, что когда она их сушит, она вот именно их вот так вот разматывает сильно. И когда лично я мою кисти, я их мою достаточно бережно. То есть я прям так аккуратненько их промываю, чтобы они не потеряли форму. Может быть, с вот такими кисточками, у которых форма очень устойчивая, и волокна не совсем прям мягкие, это не имеет такого большого значения. Но, например, у меня есть вот такие вот кисти от Saeva, которые сами по себе очень мягкие. Я знаю, что они очень легко теряют свою форму и начинают торчать во все стороны. И вот с таким вот, с такой вещью, как вот эта, это, наверное, будет вообще смерти подобно для подобных кисточек. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Я надеюсь, что этот эксперимент небольшой вам понравился, что, может быть, вы раздумывали о том, чтобы заказать себе подобную вещь, и теперь приняли, ну, какое-либо решение. Может, вам безумно просто она понравилась, и вы сейчас решили, о, да, пойду скорее на Алиэкспресс или на другой сайт, и я закажу. Кстати говоря, подобные вещи еще есть американского, по-моему, производителя. Вот впервые они появились у одной из американских компаний. И на Амазоне тоже продаются совершенно разные варианты вот таких приборов. И на Алиэкспресс, соответственно, тоже. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Надеюсь, что оно вам понравилось, что оно вас развлекло и было для вас полезным и интересным. И до встречи в следующих моих видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!